я приветствую вас дорогие друзья с вами безруков иван и сайт видео smile.ru сегодня у нас очередной урок в котором мы приготовили для вас некую композицию красивую которую вы сейчас увидите у себя на экранах давайте смотреть ну что ж я думаю все насмотрелись и давайте вкратце пройдемся по плану сегодняшних мероприятий первым делом мы конечно же построим всю сцену здесь полностью трехмерный environment трехмерное окружение модель автомобиля передний план задний средний все это полностью трехмерное и сегодня мы это будем собирать первоначально мы соберем передний план и потом будем выставлять какие-то элементы на задний и более-менее какой-то средний план выставим деревья на дальних расстояниях тоже поиграемся с деревьями и естественно строим свет настроим атмосферу и все это благополучно зарендерим и пойдем в after effect все это композить что нам сегодня понадобится синий 4d рендерить будем redshift redshift напоминаем сейчас самый актуальный гбл рендер который есть на рынке он вышел из стадии бета сейчас его можно приобрести на официальном сайте если вы если для вас это проблематично приобретать подобные движки из это за ту сумму который представляет разработчик вы можете скачать дыма версию поиграться на ограничены только водным знакам watermark во время рендера либо можете поискать на сторонних ресурсах народной версии помимо этого нам понадобится адоба after effects последней версии которая есть на данный момент но на самом деле это не самый такой сильный принципиальный момент по которому стоит все-таки определяться по программам работать можно будет и в любых других версиях нам понадобится after effect нам понадобится скорее всего что-нибудь из какого-нибудь быстрого покраса для любителей халявы какой-нибудь magic bullet looks и скорее всего нам понадобится еще плагин trapcode shine весь набор плагинов trapcode но это не точно в смысле вы можете обойтись чем угодно главное чтобы интуиция вам подсказывала какой путь решение верен для вас конкретно лично здесь всего лишь мы вам показываем тот путь решения некоторых проблем и задач которые видит автор этого урока ну что ж я думаю что мы начинаем первым делом что нам необходимо сделать это создать новую сцену и здесь вы видите мой environment мое окружение в синеме мой интерфейс который я прыгну приготовил лично для себя мне удобно в нем работать у меня здесь выведена панелька со всеми необходимыми элементами redshift а и встроен прямо посередине 2 рендер view можно даже сказать что это 2 мое окно в перспективу в котором я постоянно вижу фидбэк постоянный рендер своей самого окна перспективы но в этом может быть как-то чуть позже последних версиях redshift а может быть мы будем даже вести отдельный блок потому что это сейчас очень актуальная версия я прошу прощения актуальная тема хорошо поехали первым что нам нужно сделать это открыть папку с проектом который мы скачали к этому уроку у нас на сайте и открыть проект под названием к здесь будет находиться автомобиль полностью готовый для рендеров среди redshift все материалы все текстуры все здесь благополучно подгружена все настройки настроены собственно нажимаем кнопочку рендера и получаем суперский автомобиль который очень очень быстро у нас считается среди redshift а но сейчас он выглядит очень паршиво просто потому что нету света никакого но это собственно и неважно наш проект собственно и начинается с того что мы открываем эту машину если бы мы ее модель или заново если бы мы настраивали каждую текстуру под него материал то этот бы урок можно было бы записывать в виде курса и никто бы вы естественно так одним глотком не проглотил поэтому мы благополучно командой видеосмейл.ру подготовить для вас вот этот автомобиль шикарный бмв и он полностью готов для рендера в redshift вы можете открыть любой из материалов поковырять его и посмотреть как он был настроен но материалов мы конечно же сегодня будем также еще говорить хорошо что нам необходимо первым делом мы естественно поместили сюда автомобиль и давайте все таки мы кинем сюда какой-то общий свет виде света у нас будет выступать два даже три объекта очень серьезных первые два это дом light который будет создавать нам впечатление трехмерного окружения как фейкового глобального освещения можно из так выразиться в котором у нас будет свет виде hd рай карта и свет у нас этот будет исключительно для того чтобы диффузный канал каждого материала принимал на себя тот или иной блик но для отражения у нас будет отдельный дом light который будет давать отражение с текстурой того же рисунка но с большим разрешением и третий источник света это у нас будет и солнце для того чтобы мы настроили тени мы переходим в redshift прошу прощения в redshift light и выбираем здесь дом light можно нажать клавишу рендера и посмотреть что наша машина уже автоматически зарендерена и очень красиво с тенями с прочими красотами хорошо мы выбрали дом light открываем путь до текстуры которую нам необходимо эту текстуру вы hd рай карта можете получить скачав проект к этому уроку нам необходимо будет взять с 84 hd рай клауди открываем его и здесь у нас есть hd рай карта 4000 на 8000 ее мы будем использовать для того чтобы осветить и чуть полегче карту вот эту для отражения мы не откроем посмотрим кто она вот такая вот достаточно плотненько она была зарисована вручную с помощью тайлинга самого простейшего это сделано для того чтобы получить именно такие вот красивые облака для конкретно этого случая потому как в большинстве случаях в подобной индустрии в компьютерной графике все рисуется для конкретного случая почти не бывает каких-то супер универсальных идей в каких-то крутых проектах всегда делается все под конкретный проект в редких случаях что-то используется из ассетов например вот эти деревья то есть здесь мы их и будем использовать готовыми из кстати говоря забыл упомянуть мы будем использовать плагин forester который мы использовали в серии уроков по созданию заставки с лесом если для кого-то это очень важная информация то вот мы указали какие плагины использовались это я обращаю внимание на пожелание зрителей из прошлых наших уроков хорошо у нас будет вот такая карта для отражения точно такая же карта у нас будет для для света но без явных облаков и собственно я сейчас сделал низ клик нам этого не нужно сейчас мы выбираем карту который нам дает именно свет сейчас у нас подгрузится и давайте выберем все таки формат hdr и потому что он включает в себя больше информации о цветовом пространстве и собственно вот такой свет мы получили здесь нам необходимо будет повысить экспортер на 2 и отключить видимость этих лучей из этого дом лайта для отражений нам же нужен нужен только свет хорошо также мы этот дом light выключим из видимости в юпорте и природный назовем это дом light defuse хорошо дублируем этот дом light и называемого reflect помещаем его в под объектный defuse для того чтобы мы могли постоянно контролировать один и тот же угол наши текстуры в пространстве с помощью главного с помощью defuse то есть мы будем крутить defuse по оси y кто у нас будет меняться свет свет и для отражений хорошо для рефлекта мы подгружаем другую текстуру который я уже показывал и здесь мы включаем иный был бы граунд и здесь мы уменьшаем exposure до нуля переходим в рай здесь мы убираем defuse то есть нам не нужно чтобы карта для отражений использовалась для того чтобы она делала генерировал тени а нужно что подбрасывало отражение вот собственно и все мы получили более-менее неплохой фейковый вариант хороших отражений на машине с какими-то приятными бликами с приятной настроенной текстуры и так далее теперь если мы возьмем defuse и будем например его вращать по оси y то увидите что у нас еще и вращаются наши отражения ну по моему здорово светом конечно же еще потом будем немножечко править ну а так мы можем уже рендерить какие-то более-менее красивые ракурсы автомобиля видим конечно что у нас есть швы но это все у нас будет спрятано за спиной отлично давайте остановим рендер так что нам нужно теперь сделать нам нужно поместить сюда plane нам нужно сделать передний план горы текстуру в общем все самое вкусное что мы любим мы берем plane он у нас очень-очень далеко давайте мы сделаем вот так сейчас покажу очень быстро фишку как переместить объект к другому очень-очень быстро например у нас есть плен я хочу чтобы мой плен находился в приемлемом радиусе вот моего автомобиля я нажимаю клавишу shift c ввожу здесь psr и вывожу то что мне тут выдала 7 и 4d на иконочку в свой тубар это сброс позиция скейл ротейшн я помещаю мой плен в под объект к к и сбрасываю psr и возвращаю мой плен назад таким образом мы сбросили координаты до этого объекта но при этом находимся в том же самом месте давайте сохраним проект чтобы у нас не было вылетов хорошо и собственно нам необходимо будет сейчас задать размеры этого плена он у нас будет достаточно большой у меня конечно же припасены мои любимые шпаргалки поэтому здесь мы сейчас зададим его размер размер его будет достаточно большой выставим здесь параметр 1600 здесь выставим 163 и собственно нет здесь тоже 1600 то есть такой вот два на два куб достаточно большой для переднего плана он сойдет можем опустить его ниже и давайте сейчас зайдем настройки рендера самое время выставить нам кадр рендерить мы будем формате таком киношном 1800 1920 на 810 и поставим галочку лак рычал и это мы сделали для того чтобы сохранить пропорции в случае если нам приспичит вдруг удвоить это разрешение и например у меня не работает звездочка ну если нам приспичит порендрить это в 2к в 3к в 4к то пропорции бы сохранять мы перейдем в общем с конфигура и здесь мы перейдем во view и здесь мы упасите увеличим до 70 чтобы мы видели четче наши границы в которых мы будем работать хорошо у нас есть plain и давайте выставим какой-нибудь ракурс что-нибудь похожее на то что у нас есть кликаем на создание новой камеры и здесь выставим 30 миллиметровую камеру например вот так пока что это все набросок карандашным если можно так и выразиться хорошо давайте для нашего плейна сделаем неровности базовой неровности поэтому воспользуемся каким-нибудь обычным самым дисплейсером помещаем дисплейсер под объекты в plane и здесь подгружаем какой-нибудь шум например но из но из у нас будет лука увеличиваем его размер например до 500 кстати бы сказал забыл сказать я это обычно часто упоминаю но сейчас почему-то запамятовал результат урока который мы видели в превью он не будет на сто процентов совпадать с тем что мы делаем сегодня по одной простой причине что повторить картинку один в один невозможно я показываю это все в режиме реального времени и мы просто воссоздаем этот проект с нуля был вариант вам показать проект изнутри это было бы быстрее короче но статистика показывает что людям больше всего нравится именно создание проектов с нуля то как это делает автор его логика мышления его порядок действий и это людям заходит больше чем мы если мы просто откроем проект и показываем тут было сделано так 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 и все собственно от такой картинки один в один мы не получим мы будем видеть что-то приблизительное но работать конечно же мы будем с исходными файлами уже потом на постпродакшене с теми что я готовил к этому уроку подрос потому что мне никакого смысла рендерить это заново все сидеть и нагружать машину нет смысла никакого если у меня это все отрендерено с небольшими какими-то отклонениями малюсенькими незначительными абсолютно итак у нас есть наш дисплейзер и давайте мы поиграемся с настройками его выдавливания сейчас у нас какая-то кашица получается давайте возьмем наш плейн и увеличим количество сегментов до 500 что мы видим мы видим что у нас вдруг все резко куда-то покрылась шипами но она не мудрена давайте уменьшим количество октав то есть детализацию нашего шума например до трех или до четырех после чего вы ставим здесь текстуру пространство текстуры и и в 2d кстати говоря не обращайте внимание иногда будет подлагивать каждые там по-моему три-четыре минуты у нас происходит авто сейф если кто не знает для того чтобы включить авто сейф мы переходим в edit preference и здесь у нас есть files здесь можно поставить галочку сейф каждые две минуты и лимитировано одной копии то есть у нас будет всегда в папке с проектом нажать файлик с авто сейфом и он всегда будет иметь последние две минуты проекта но можно поставить четыре чтобы он так сказать и парил на мозги а то бывает очень часто сохраняет а делов не было наделано каких-то серьезных окей у нас есть дисплей сер и и давайте мы поиграем со своими настройками во первых чтобы я точно сделал это наверно поигрался с интенсивностью может быть бы выставил интенсивность не такую сильную возможно что-нибудь в этом роде я бы взял фоллов ослабление и выбрать будет здесь сферу я бы увеличил фоллов до 5000 и могли бы его сюда передвинуть слишком большой получился потому что он у нас находится далеко мы его сюда передвинем не страшно и вот мы видим как деформируется наша поверхность наверное даже уменьшим до 300 таким образом мы можем исполнять так называемым называемый арт direction то есть у нас есть такая вот штука и мы можем с помощью нее указывать где у нас будут происходить какие-либо деформации таким образом мы можем дублировать дисплей сер мы можем сказать ему что теперь например дорогой мой друг ты будешь распространяться с помощью текстуры например какой-нибудь турболин дисплейс не такой сильный либо наки можно просто пощелкать и посмотреть колесико мыши что больше всего он здесь подходит все самый конечно такой шум который больше всего используется в горах это все-таки лука с шестью октавами вот так вот просто шикарно как раз то самое что нужно для переднего плана мы можем немножко ослабить его нет на передний план прям пускай сильно будет мы можем включить камеру можем посмотреть что здесь конкретно в этом месте где у нас автомобиль мы можем немножко отодвинуть назад чтобы не так явно у нас он деформировал сетку давайте уменьшим размер до например 10 замечательно дублируем этот дисплей сер и и можем увеличить ему до 20 силу выдавливания и поместить где нибудь чуть позади например вот тут это не особо видно но именно в том что мы играемся с текстурой и и с положением зависит от того какой у нас будет результат мы можем пощелкать здесь всякие сиды то есть рандомность того или иного шума и вот что то вот такое вот прикольненько здесь проявляется давайте убедимся что машина стоит более-менее на поверхности ну почти она стоит заднее колесо тоже немножко приподнята мы можем сделать очень очень хитро можем взять этот шум этот дисплей сер и например поиграться с его настройками вот уже что-то более-менее он как-то неплохо смотрится как будто у нас ее насадили на пику очень даже неплохо опять заходим в настройки и щелкаем сид до тех пор пока вот что то такое у нас не вырисовывается мы можем взять автомобиль нам никто этого не запрещает и чуть приподнять его с учетом того что в некоторых местах его просто не будет видно я имею ввиду что можно где-то сфайковать зажав alt при вращении мы получаем немножечко точный так сказать precision для того чтобы вращать перемещать объекты так это колесо у нас стоит а то колесо у нас не стоит на поверхности давайте мы это исправим мы немножечко завалим автомобиль и опустим его еще немного окей мы его поставили на землю давайте посмотрим через render view и мы видим что здесь хотелось бы чуть побольше деталей давайте дублируем наш дисплейсер и переместим его левее например вот сюда сделаем здесь параметр follow немножко меньше чтобы он был пожестче у нас чтобы определял границу своего действия немножечко явней и где-нибудь вот здесь вот мы его наверное и оставим не обращайте внимание вот на эти какие-то пузырящиеся объекты это все это вот интересно конечно у нас здесь образовалось текстура но не страшно мы от нее избавились не смотрите на всю эту вот такую вроде как неестественную поверхность все это у нас исправится когда мы с вами добавим когда мы с вами добавим материал который также будет иметь канал displacement и он все это хозяйство превратит в красоту мы можем взять вот этот вот дисплейсер и дать ему посильнее например 50 то есть мы получим вот такие вот пики 40 давайте дублируем еще раз дисплейсер выставили значение 10 уменьшим его например до 100 процентов и переместим его куда-нибудь вот сюда поближе к колесу и выберем здесь значение сид немножечко иное можем посильнее здесь выдавить геометрию чтобы она у нас варьировалась ну и посмотрим что у нас через камеру видно в принципе неплохо но я бы этот шум наверное все-таки на автомобиль придется еще немножечко корректировать окей я вроде более-менее выставил автомобиль на заднем плане у нас все-таки какие-то штыки такие давайте от них избавимся как-то они мне очень слишком сильно портят впечатление сзади увеличим до 25 и сдвинем куда-нибудь вот сюда выставим здесь значение интенсити чтобы у нас такой пригорочек сзади был и дублируем и то же самое переносим вот сюда можем здесь интенсити центр сделать хорошо мы сделали хоть какую-то более-менее пригодную площадку мы можем это отрендерить сейчас и вот у нас автомобиль более-менее стоит на какой-то поверхности конечно же мы можем как-то покороче его сделать опрокинуть естественно мы будем еще играться с камерой но это все попозже давайте у нашей камеры выставим значение вкусного расстояния до 25 и выставим более-менее какой-то ракурс в некоторых местах конечно же нам придется читерить и например мы не видим заднее колесо заднее правое и переднее правое то есть всю правую часть мы почти не видим и это нам позволяет например не показывать что у нас колеса справа находятся в воздухе для анимации конечно это критично для каких-то более-менее панов камеры это не критично давайте возьмем наш diffuse light и по разному покрутим его таким образом чтобы мы например солнце видели где-нибудь вот отсюда чтобы оно у нас было из-за спины окей что нам нужно сделать дальше дальше наверное мы сюда поместим солнце для того чтобы более-менее как-то определить свет мы идем в redshift light идем light и выбираем скорее всего physical light physical sun мы его поместим все-таки ближе к нам чтобы можно было его контролировать давайте поставим здесь lock для того чтобы у нас зафиксировался наш view и мы могли слева лазить сколько нам угодно а наш render view оставался в порядке кстати говоря этот render view находится вот здесь для тех у кого версия redshift старая можем включить render ipr то же самое для тех у кого нет render view мы перейдем в options в фильтр и здесь отключим deformers они нам не нужны визуально давайте опустим наше солнце чтобы оно у нас делось сделаем то что мы делаем всегда перейдем наш plane reset psr поднимаем назад включаем камеру и теперь мы можем вращать наше солнце так как нам душе заблагорассудится ну вот мы видим уже какие-то блики появились на солнце и теперь мы можем даже отбрасывать тени от машины мы можем сравнить картинку у нас тени ну примерно так они у нас и падают может быть чуть левее может быть чуть правее это все на вкус и цвет как говорится как вам заблагорассудится так вы собственно и выставите ваши тени на автомобиле обязательно подкручиваем небо под тот то положение солнца какое у нас есть на данный момент на данный момент у нас примерно солнце светит иззади позади наши автомобили поэтому я думаю что мы так его и оставим нажимаем control s на всякий случай прожимаем мало ли что случится и не хотелось бы чего-нибудь потерять что мы делаем далее если я сейчас посмотрю свою шпаргалку то она мне скажет что нам нужно настроить покидать на задний фон горы хотя бы набросить их визуальный внешний вид чтобы они у нас где-то там отмечены были все очень просто мы собственно этим сейчас и займемся остановим render view чтобы он нам не мешал и мы выбираем вы не поверите landscape самый что ни на есть landscape landscape ландшафт давайте мы приблизимся к нему и настроим его первым делом я выставлю пик например вот такой я сделаю его немножко детализированным 200 на 200 чтобы он у меня вот такой он был прикольный поиграюсь с настройками сид что-то классное еще круче например вот такой меня вполне устраивает я поиграюсь с настройками fine arrows я сделал немножечко эти горы грубоватыми рауф фаруф я сделаю наверное то черт его знает они все круто выглядит я даже не знаю что выбирать скейл масштаб до меня в тоже вполне устраивает это такие достаточно большие горы и менять я в принципе больше ничего не буду давайте мы наделаем несколько таких миниатюрных гор потом конечно же их заскейлим у меня будет вот такая гора у меня будет вот такая пиковая мы дублируем еще одну сделаем вот такие почему нет хотя нет сделаем дефолтные сделаем просто шикарные дублировать еще это просто великолепно давайте еще один тип гор например вот такой тоже неплохо теперь наша задача посмотреть сеточку ну она вполне неплохая но я бы наверное чуть сделал поплотнее просто для того чтобы детализация было побольше мы берем самый первый landscape и давайте увеличим количество сегментов на где наш первый landscape давайте его кинем первым на 400 по каждой из осей чтобы у нас были вот такие детализированные рельефные поверхности сделаем все то же самое для остальных наших landscape чтобы они у нас были достаточно детализированные что мы делаем далее мы выделяем наш landscape и жмем клавишу C и теперь у нас есть несколько вот таких вот больших ландшафтов начнем с самого большого и что нам необходимо здесь сейчас сделать нам необходимо задать его размер 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 у ландшафтов будет очень очень большой мы будем стараться соблюдать весь масштаб для нашей сцены и поэтому здесь будет вот такие вот бешеные числа и собственно вот здесь такое же будет число если мы нажмем клавишу apply то у нас произойдет вот такая штука что мы начинаем мы перестаем видеть у нас все скрывается из поля видимости мы идем project settings и здесь мы убираем клиппинг и и здесь мы выбираем самая далекая точка добавляем пару нулей нулей самая ближняя . выставим здесь 0 наверно . 001 ну что было конкретно какое-то число и вот теперь у нас появилась такая вот возможность видеть вот эти горы выходы отодвинем куда-нибудь назад приблизимся обратно к нашему автомобилю и наверное здесь мы все-таки сотрем нолик потому что почему-то видимо слишком далеко мы их двинули в общем сейчас наша задача это включить нашу камеру и выставить горы горы у нас будут выставляться достаточно на на большом расстоянии то есть они как вы поняли у нас будут ну почти настоящими то есть где-то там вот такая вот большая гора у нас торчит может быть и и пик на самом деле мы можем просто и немножечко уменьшить чтобы она у нас как-то гармонично здесь помещалась например вот так далее у нас есть такая симпатичная гора но я думаю что мы воспользуемся вот этой и собственно и и мы сейчас просто увеличим в размерах и поместим ее на средний план где у нас будут например деревья где-нибудь вот здесь мы можем воспользоваться координатами для того чтобы придвинуть чуть ближе давайте уменьшим немного поместим куда-нибудь вот сюда ничто нам не мешает развернуть данную гору и собственно получить что-то более-менее похожее на красивый ландшафт подвинем эти горы чуть назад и собственно у нас образовывается уже какой-то костяк из гор давайте возьмем еще одни горы у нас есть вот такой пик замечательный мы его увеличиваем и наверное мы его подвинем куда-нибудь отсюда у нас будет закрывать правую часть экрана почему нет что у нас есть еще у нас есть еще такая большая гора мы ее также увеличиваем зажимая shift мы можем варьировать наше значение в больших масштабах отодвигаем наши горы куда-нибудь подальше и собственно мы видим что мы почти находимся в более-менее каком-то масштабе ну вот та гора конечно она прям огромная поэтому давайте мы увеличим и сделаем ее примерно похоже по масштабу и выставим где-то позади вот такое что-то там будет огромное такое ну и собственно я готов сделать еще парочку таких гор где-то там вдалеке у нас есть еще одна мы и зажатым шифтом точно также увеличиваем и помещаем на задний фон позади вот этих вот гигантов где-то там она у нас скрылась но мы можем ее увеличить и вот она у нас там где-то можем растянуть ничто нам не запрещает этого делать где-то там а у нас торчит собственно что-то более-менее такое давайте сохранимся попробуем это отрендерить и мы видим что хоп и вуаля у нас заполненное пространство у нас есть какие-то огромные тени мы можем даже покрутить наше солнышко увидеть что у нас так-то падают тени от больших гор и что мы можем все покрыть в тенях и собственно это нам и сыграть на руку в тех местах когда мы будем играться с тенями с красивым светом тот в этих местах конечно 10 у нас тень проявляется очень красивая подозревая что результат в этом уроке будет лучше чем мы его готовили изначально сюда великолепно что мне хотелось бы здесь сказать что придется нам еще сохранится на всякий случай и если вы думаете что на этом все по окружением то вы ошибаетесь нам предстоит сделать следующее очень очень важный шаг у нас есть окружение которое попадает в поле зрения отражений для нашего с вами для нашего с вами автомобиля это поле окружением и обязательно должны точно также детализировать и показать что она у нас есть у нас есть еще один ландшафт и и мы будем заполнять те пробелы которые у нас находится рядом с нашим автомобилем а именно вот все вот эти вот участки нажав клавишу с мы можем принять нашу камеру к текущему выделенному объекту у нас есть вот такой масштаб масштаб прошу прощения нас есть такого ландшафт мы идем мышь аксис центр аксис центр их выбила выполнять экзекьют экзекуция чтобы у нас ось нашего объекта была в середке и собственно выставим размер чуть побольше у нас вот такая вот гора на переднем плане будет давайте посмотрим я не против у нас здесь будут деревья я вообще не против нисколечко и теперь мы эту гору дублируем и помещаем например вот здесь самое главное чтобы эти горы они у нас попадали в наш наше поле зрения для отражений это во первых во вторых самое главное чтобы у нас не было видно резких границ и резких спадов например мы видим что у нас здесь обрывается plane и недопустимо чтобы этот обрыв был виден в отражениях все это конечно станет видным после того как мы это все отрендерим отсчитаем но я настоятельно рекомендую все-таки заполнять пространство были с лежащие хоть какими-то подобными вот вещами чтобы у нас не было каких-то пробелов где-то можно файковать то есть где-то можно сделать plane плоским чуть-чуть опустить то есть не обязательно сделать делать так чтобы у нас прям все идеальное было как в жизни вся поверхность прям гладкая ровная это абсолютно никому не нужно самое главное чтобы окружение вокруг например сейчас сзади автомобиля будут виден только горы вот эти и небо мне хотелось бы чтобы позади были еще например вот такие горы которые вы также ловились нашими отражениями поэтому что я беру я просто беру и дублирую парочку гор и собственно помещая их позади нашего автомобиля мы видим что она у нас немножко с плюсом то ничего страшного сделаем такой вот костяк из гор которые бы у нас перекрывали полностью вообще видимость для наших отражений чтобы мы не могли позволить видеть какой-то там обрыв где-то вдалеке сделаем так вот развернем и это уже считайте другая гора можем взять вот эту гору сейчас начинается такой вот это можно выразиться дизайнерское решение просто тоже можем увеличить то есть то как мы видим эту картинку поднять собственно можем дублировать еще одну большую гору и здесь все перекрыть ну что ж давайте перейдем нашей камере control с читаем картиночку мы видим что она считается вообще просто в лед давайте попробуем отрендрить все это в на большом экране мы зайдем в настройки здесь мы выберем redshift зайдем в настройки redshift и выставим здесь значение пускай пока будут по умолчанию посмотрим что картинка выдаст нам на дефолтных значениях здесь какие-то появились проблемы а у нас не подцепились какие-то текстуры но мы сейчас их найдем это не страшно и вот у нас что-то арендерится что-то красивое вроде бы даже никаких проблем у нас с отражениями нет вроде бы даже горы рендерится и я бы наверное вот здесь у нас пробел по горам хотя я бы наверное не сказал пока что масштаб не чувствуется нисколько потому что мы не видим никакой атмосферы мы не видим пока ничего хотя по цвету меня вполне все устраивает вроде бы даже в отражениях у нас ничего плохого тут нет вроде бы все хорошо отражено что ж мы можем зайдем настройки мы можем посмотреть сейчас что у нас считалось и в принципе следующим шагом что я должен сделать это настроить все-таки атмосферу настройка атмосферы очень важные параметры для нашей сцены потому что он определит именно масштаб всей композиции также что мне бросается в глаза я уменьшу силу бампа для наших колес я зайду в тайн это наш наши шины и здесь выставлю значение например 0203 сохранюсь давайте попробуем читать эту картинку и я думаю что нас она вполне устроит сейчас у нас будет производиться рендер причем достаточно быстрый напоминаю что рынка лица у меня сейчас на домашнем компьютере видеокарточка geforce gtx 980 и даже на этой карте показывается очень очень хороший результат даже очень хороший я думаю что все мы так и оставим мы видим что у нас приглушились наши блики нам это как раз и надо не надо чтобы они как вы как пластик эти колеса хорошо так что у нас здесь у нас здесь размер нашего ipr window мы сделаем fit window помещаем в композицию redshift environment здесь очень важная тема это создание именно глубины изображения за счет атмосферного эффекта по смертный эффект у нас видим атмосферного эффекта у нас будет выступать не что иное как туман поэтому мы заходим в настройки redshift environment и здесь мы сейчас будем задавать некоторые параметры мы заходим в волюм скатер и здесь мы скатеринг выставляем на единицу это то с какой силы у нас будет наш туман применяться к нашей композиции аттенейшн это такого своего рода ослабление сила ослабления нашего параметра все эти параметры на самом деле были подобраны рандомно даже не столько рандомно сколько для конкретного случая для конкретной ситуации в конкретном примере поэтому здесь мы просто выставили значение 0,08284 и будем оставаться довольны значит цвет нашего с вами фога то есть тумана мы выставим вот такой вот у него есть свой код мы можем поставить в это здесь можно прочитать код этого цвета но походу не здесь нет можно вот rgb 183 190 207 мы вставляем окей далее здесь убедиться что у нас высота выставлены на нуле horizon blue выставим 0 2 процента transform не трогаем далее мы переходим в ray contribution это то с какой силой где что будет взаимодействовать с нашим дымом например если мы сейчас убираем reflection на 0 то наш туман никак не будет взаимодействовать ну виден в отражениях это очень круто или для глобального освещения мы можем наоборот включить чтобы туман взаимодействовал с глобальным освещением поэтому здесь мы выставляем следующий параметр для рефлекции на мы оставляем включенным environment fog мы выставляем на удивление на 0 а для камеры мы выставляем значение малым но давайте нажмем клэш рендер и посмотрим что мы будем иметь что-то более-менее неплохое но очень-очень какое-то сильное если мы включим environment fog мы видим что он что-то нам тут вообще все заполнил и нифига не видно поэтому мы здесь сделаем следующем и камера выставляем значение очень-очень-очень маленьким увидим что чем ближе камеры тем сильнее наш дым распространяется наш не дым а туман и здесь мы выставим значение 0,003 и вуаля у нас есть горы давайте отчитаем посмотрим на них ну что ж что мы видим здесь в первую очередь что что-то поменялось давайте сравним с предыдущей картинкой но мы видим что здесь у нас добавился туман который сделал нам очень-очень-очень круто и очень здорово давайте закроем ipr здесь есть баг в последней версии redshift который не позволяет нам постоянно иметь параметр fit window почему-то он каждый раз сбрасывается давайте нажмем клавишу рендером и я здесь сделаю следующая например я чуть-чуть повышу для камеры силу нашего тумана позади то есть он дальние горы прямо у нас совсем будут находиться в такой дымке что нам придаст атмосферы хорошо мы в принципе сделали достаточно много и я думаю что сейчас заключающим каким-то моментом у нас будет настройка текстуры для конкретной земли переднего плана и для материала на задний план сейчас мы будем говорить конкретно о материале redshift а он новой системе о том как мы сейчас мы ее сделаем я все расскажу покажу куда чё подсоединяется зачем почему давайте нажмем control с и мы перейдем create redshift и создадим новый материал давайте назовем его close ground сделаем поприятнее иконочки большими зайдем настройки этого материала и открываем edit и шейдер граф на самом деле 80 процентов людей с которыми когда-либо общался которые работают синими вообще любом редакторе ну более менее полупрофессионально на любительском уровне боятся нодовой системы признаюсь честно боялся и я ее но когда через силу через палку по необходимости начинаешь учить ловишь себя на мысль что нодовая система это лучшее что случалось с софтом с трехмерными пакетами для работы с трехмерной графикой для симуляции чего-либо вообще любая любой софт профессиональный если он построен на нодовой системе это как бы так выразиться но круче ничего быть не может можно так наверное это выразиться в общем самое лучшее что могло случиться в этом мире это нодовая система именно благодаря нодовой системе сейчас у нас мы видим такие крутые голливудские эффекты каких-нибудь там трансформеров взрывы и всякие летающие тарелки все это по большей части собранном софте который использует нодовую систему систему как пример тот же самый гудини side effects вский ладно давайте создадим материал для переднего плана нам понадобится текстура мы заходим в раздел текстуры вытаскиваем сюда но тут под названием текстура открываем наш с вами браузер и переходим в папочку с проектом там будет лежать у вас папочка с текстурами которая будет называться rock dark high res и сейчас мы ее откроем вот она у нас есть рок 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 одиннадцать high res у нас здесь имеется семь карт пять шесть семь и все вы их я думаю получите нас интересует всех всего несколько у нас есть карта цветов карта цветов двух вариативные карта объектной окклюзии карта displacement карта голоса карта нормали и рефлектов открываем карту цветов конечно карту цвета мы подгружаем в какой-нибудь color correct подключаем input color correct нам позволит за цвета корректировать эту текстуру потому что по изначально она выглядит как-то ну наверное светло подключаем эту ноду color correct в diffuse color то есть это у нас будет наш основной цвет скакала моя нодовая система и в color correct мы немножечко его цвета корректируем но цвета корректировать невозможно несмотря на результат поэтому мы сейчас уменьшим наше окошко нодовые системы и сделаем видимость нашего окна и пер давайте сделаем вот что мы сейчас применим эту текстуру к нашему переднему плану к нашему пленю давайте попробуем отрендерить посмотрим что у нас получится получится у нас какая-то фигня но я почти в этом уверен сделаем вот что нам необходимо сразу зайти в настройки этой текстуры настройки нашего материала и здесь выключить отражение они нам почти не нужны в этом материале сто процентов говорю и сделаем тайл наши текстуры достаточно сильный так как у нас есть передний план у нас достаточно крупный здесь такой вот момент мы сейчас можем приблизиться то здесь нам необходима детализация в текстурах давайте попробуем увеличить размер тайла до трех то есть у нас три на три будет по повтор нашей текстуры но уже неплохо я скажу давайте увеличим еще попробуем сделать 10 20 давайте оставим 10 неплохо вот такая у нас получилась земля и давайте продолжим ее редактировать во первых в color correct и я все-таки наверно поставлю значение гаммы 1 и 2 примерно 1 и 3 1 и 2 сделаем чуть светлее контраст мы оставим таким же а вот насыщенность мы уменьшим в два раза до 0 5 то есть сейчас посмотрите вот у нас достаточно цветная такая текстура мы уменьшим контраст до 0 5 точнее насыщенность цветов она не была такой яркой собственно все мы сейчас можем продолжить следующее что мы сюда подгрузим это амбиентная окклюзию который бы у нас создавала тени в местах углублений закрыть здесь вот эту вещь и уменьшить постараться как-то наш опер либо сделать его просто немножечко меньше итак следующее что мы сюда подгрузим это через у нас цвет свинка через текстуры амбиентную окклюзию далее амбиентную окклюзию мы должны прогнать через какой-то модификатор который бы позволил нам так сказать контролировать ее силу потому что по умолчанию почти большинство нодов не позволяют так или иначе контролировать силу нашей окклюзии потому что здесь есть параметры прозрачности параметры ослабления и прочее 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 какая-то вещь конечно же ноду а о мы как-то настроим но по большему счету нам не нам придется все равно ее допиливать и именно использование ноды рэмп что свою очередь является градиентом позволит нам в той или иной мере как-то контролировать силу нашего с вами наши с вами амбиентной окклюзии и так в ноде рэмп source источник мы выставляем альтернает альт и здесь на входе у нас будет наша амбиентная окклюзия и подключаем мы ее в канал overall overall color мы можем потом отрендерить посмотреть как она с ним как без но в redshift прям мы здесь выставим следующее значение нам необходимо взять вот эту ноду наш рэмп и градиент сделать достаточно сильным то есть он у нас прям такой запинченный будет пинч сжимать давайте попробуем отсчитать сейчас я еще проверю на всякий случай все ли текстуры у нас подгружены у нас есть несколько материалов которым почему-то по каким-то причинам у нас не подгрузились текстуры мы это сейчас обязательно сделаем вот у нас есть текстуры кожи ну это для внутреннего интерьера они я думаю нам не понадобятся они у нас есть здесь все есть текстура интерьера текстура логотипа тормозов шин интерьер вот интерьер 3 у нас не найден и сейчас мы его найдем замечательно давайте попробуем отсчитать эту картинку и посмотреть как у нас выглядит наша текстура по моему все очень здорово единственное что нам будет надо подредактировать высоту положения наших колес но мне кажется это все изменится с тем как мы добавим в сцену дисплейс для данного материала я думаю что так оно и будет под разница с предыдущим шо там мы видим что задний план у нас ушел еще дальше у нас появилась текстура и собственно меня в ней все вполне устраивает давайте продолжим ее редактировать открываем not editor и теперь нам необходимо подгрузить еще одну текстуру виде этой текстуры вот мы видим что необходимо сделать fit window в виде этой текстуры у нас будет дисплейс дисплейсер к сожалению не сохранилось у нас положение нашей папки rock 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 dark нас интересует текстура дисплейсер она у нас насколько я понимаю 16-битная нет это обычный джипет но ничего страшно подгружаем ее и нам необходимо пропустить ее через ноду дисплейсмент в канал вход конечно же текстуру текстур с мэп и подгружаем это все в output на дисплейс вот собственно весь материал пока что по дисплейс у нас ничего не видно для того чтобы это было видно нам необходимо сделать следующее находим наш план применяем к нему тег под названием redshift object далее нам необходимо перейти во вкладку геометри и включить тасселяцию и дисплейсмент через некоторое время у нас начнется происходить деформация нашего плейна и здесь силу дисплейсмента и максимально его ограничения выставим на 4 и 4 посмотрим что произойдет ну вот что-то у нас здесь произошло какая-то деформация помимо этого здесь необходимо будет отключить screen space адептив эта вещь которая очень очень сильно может испортить вам финальный рендер как она сделала мне объясняю что это такое это такая вещь которая позволяет делить и тасселировать диаметрию только в том случае сына виден видна в камере все что находится позади камеры не тасселируется но к сожалению есть такой по такая проблема как края и как проявляется увеличение или уменьшение этой тасселяции и в каком алгоритме не всегда бывает полезно и в моем случае когда я считал первый раз у меня на границе кадра было видно как геометрия в пару пикселей начинает мерцать и как бы так сказать улучшаться на что собственно есть хорошо так по поводу дисплейсмента что у нас здесь давайте попробуем отчитать эту картинку в picture юри рендер завершён у нас прибавилось целых 5 секунд на рендер но она того стоило давайте посмотрим предыдущий результат который у нас был мы видим что у нас геометрия начала детализироваться намного сильнее чем это было ранее и вот здесь как раз таки тот момент когда хорошо что у нас был запас между колесами у нас даже есть еще небольшой запасов несколько пикселей и я думаю что мы немножечко увеличим детализацию поверхности давайте увеличим попробуем да нажмем рендер попробуем в оригинальном размере посчитать в и пиаре попробуем увеличить до 10 наверно будет много очень много но мы попробуем на может быть и нет давайте отчитаем в picture юри времени на рендер у нас не прибавилось ни секунды зато детализация стала еще лучше мы видим очень хорошую землю увидим что она достаточно разнообразная и вы знаете я думаю что мы такое и оставим у нас у меня не возникает никаких плохих ощущений по поводу пересечения геометрии с колесами единственное что может быть немножечко вот в этой области для нас это не критично и я думаю что мы так и оставим вы можете поколбаситься здесь еще полдня и добави добиться идеального соприкосновения резины с поверхностью что собственно сделает вам плюсик ваш портфолио если конечно это вообще кто-либо когда в жизни заметит но вы-то будете знать что колеса соприкосновенные по физическим параметрам и физ корректно но я думаю что вы меня поняли и так что у нас здесь имеется у нас здесь имеется очень хороший передний план мы видим автомобиль и давайте настроим под конец урока текстуры для заднего плана со снегом на макушках это очень интересно я вам покажу как это сделать делаем fit window сохраняемся и сделаем мы вот что мы дублируем эту текстуру и назовем ее far away и мы применим эту текстуру для всех остальных гор и ландшафтов что у нас есть сохраняемся и обычным drag and drop а мы перетаскиваем текстуру на наши с вами горы конечно же здесь я настоятельно рекомендую сделать projection на кубик какой-нибудь и выставить здесь тайлинг на ноль целых например 05 чтобы он как-то более-менее может быть 07 нормально отображался и собственно тоже самое мы делаем с остальными горами горами проблема русского человека в русском языке и мы вот так вот хорошенечко просто дублируем этот материал на все оставшиеся наши горы визуально вроде бы нормально но мы сейчас посмотрим это в нашем рендер view да вроде бы неплохо вроде бы даже ничего и глаз не мешает на заднем плане так вообще ничего не видно ну давайте на переднем плане чуть добавим по репетитивности сделаем 0,01 и вроде бы даже неплохо давайте на вот на этом плане мы тоже добавим 0,01 и вот этой горе мы тоже сделаем 0,01 а все что позади нам все равно они все равно видны только в отражениях и не то это не так сильно что это у нас тут такая загора спряталась давайте мы поднимем чуть выше а я понял что это у нас за гора мы сделали здесь 0,01 вот так ну и вроде бы даже неплохо но для гор мы будем использовать немножечко иной дисплейсер переходим в redshift object здесь включаем включать тасселяцию дисплейсер это попробуем выставить значение 10 смотрим на левую гору и наверное маловато давайте попробуем сделать 100 ну что это неплохое но по-моему много давайте выставим значение 40 ну вот более-менее и теперь благополучно жмем control с останавливаем рендер чтобы он это не делал все во время рендера и дублируем этот тег во все остальные наши горы и жмем клавишу рендера и смотрим что у нас получилось рендер увеличился у нас почти на 30 секунд на 34 секунды но что мы видим мы видим у нас появились текстуры у нас появились горы у нас закрасились какие-то белые серые участки и у нас собственно все по моему очень очень здорово единственное что я бы наверное хотя нет здесь по моему все очень круто все изменится когда мы добавим снега когда у нас будут деревья и когда мы все это за цвета корректируем у нас получится примерно следующая история потому что сейчас у нас здесь не снега ничего нету ну давайте это сделаем в заключении мы добавим шапки снеговые для наших гор и и собственно на этом мы сегодня закончим fit window открываем наш материал и сейчас нам необходимо будет здесь сделать следующие манипуляции можем закрыть нам айпер пока не нужен немножечко сбалансируем наш нодовое дерево что нам здесь необходимо нам необходимо сейчас кинуть здесь материал бандер кто его увидел из первой попытки молодец но нам нужно зайти в материал и здесь выбрать материал блендер материал блендер нам необходимо подгрузить основную текстуру с собственно нашим нашим нашими горами мы ее тянем вот сюда и говорим что это у нас бейс колор далее материал блендер мы подключаем и говорим что это у нас теперь основной материал в блендер колор и мы можем подгрузить до шести материалов пом даже больше можно как-то добавить и смешивать их каких-то каким-то крутым образом но в нашем случае мы должны смешать два материала это материал снега им материал горы и собственно мы помещаем сюда обычный материал он у нас будет называться сноу для любителей мы можем просто их переименовывать по моему можно как-то ренеем и назвать его снов и тогда мы прям вообще крутые будем у нас моды называется так как мы хотим ладно мы подключаем наш сну к layer color 1 и давайте зайдем в настройки нашего снова во первых мы отключаем отражение отражение нам никаких здесь не нужно а у нас будет почти белый цвет и у нас будет еле-еле заметен голубой оттенок на полупрозрачностях то есть когда у нас будут в тенях у нас тени не черные будут на снегу а немножечко отдавать небесным цветом значит ну по логике вещей вообще мы можем конечно включить отражение но чтобы они у нас не сильно были давайте его увеличим до трех хотя это неправильно это как-то фейково и здесь следующий параметром у нас то есть его аром оканчивается настройки нашего снега мы не будем никаких включать связи самосветяшек еще чего-то мы оставим все как есть потому что и так снег будет выглядеть нормально тем более в этом будет немного теперь нам нужно сказать что этот снег он будет ограничен с помощью некой текстуры никого материала который собственно являлась ограничителем для этого снега ограничителем для этого снега у нас будет не что иное как можно верно догадались это момент на экклюзия а о мы помещаем сюда а он и для того чтобы нам контролировать а он нам необходим рэмп подгружаем а о в наш рэмп нашем рэмпе мы включаем карту альтернатив и подгружаем это все в layer blend color настройках нашего рэмп а нам необходимо сделать следующее а я думаю что мы можем даже его не трогать но можем немножечко увеличить силу черного цвета а в настройках у нас по сути все необходимо теперь просто настроить ау амбентную экклюзию это самое главное настройках амбентной экклюзии нам необходимо сделать следующее во-первых у нас spread мы выставляем на 0 fall of 1 макс дистанц 0 рефлекционно собираем и ставим галочку invert нормал с а акклюзинг есть band нормал с мы оставляем далее что нам необходимо это все-таки в настройках рэмп я посмотрел не на ту картинку нам необходимо сделать следующие параметры во-первых но из маунт то есть количество шума дополнительно мы выставим в значении 0 целых 0 28 а частоту на 0 целых сто восемьдесят восемь и черный цвет у нас будет прям пиковать их прям очень 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 сильно нет даже вот так вот давайте попробуем зарендерить посмотрим что у нас получилось control с и жмем клавишу андро у нас идет экстрактинг мэш приборинг всякие процедуры которые нам не важны нам важна картинка нам он важно графика и сейчас мы что-то получим наверное а может быть не получим что мы получили мы получили снег но снег мы почему-то получили снизу это чтобы мы нам получить его хотя вы знаете на самом деле даже это очень круто потому что сверху как-то вроде бы много снега не бывает вроде бы снизу него от ну мне почему-то очень сильно нравится это хотя по сути нам нужно чтобы снег у нас был на верхушках то чтобы сейчас побыстрее немножечко с этим разобраться мы выберем все наши теги и отключим геометрию то есть чтобы у нас побыстрее все это так сказать считалось давайте откроем наш шейдер граф и посмотрим в чем у нас проблема здесь заключается я подозреваю что возможно проблема заключается в нет ни в этом но из маунт а у нас он куда-то подевался нет но из-за мант у нас здесь ни при чем что-то скорее всего здесь провозившись 15 минут я наконец-таки нашел в чем проблема это закрыв такие проблемы они всегда возникают когда какой-то огромный проект и тебе нужно быстренько все по бумажечке не то что просто как бы прочитать а еще и донести до человека чтобы он это понял проблема всегда возникает и проблема в одной галочке необходимо поставить клавишу invert я уверен на сто процентов что знатоки уже давным-давно пальцем тыкали в это в экран говорили ну что же ты не видишь что это invert но вот мы собственно так и будем действовать и так давайте мы еще немножечко поиграемся с настройками пинча наши окклюзии потому что я думаю что мы можем прямо и нибудь вот здесь вот зажать можно кстати заинвертить было и так но вот интересно что у нас уменьшается шапка снега я имею ввиду конечно же ну я думаю что мы оставим какие-нибудь вот такие параметры они нас вполне устраивают я думаю что отлично меня все устраивает давайте нажмем клавишу с control с и здесь еще сделаем один шаг в настройках дисплей сверта но дисплейсмент мы выставим масштаб нашего скейла до пяти все нажимаем на паузу уделяем все наши ноды включаем их обратно control с и делаем контрольный рендер перед уходом на вторую часть первое что мне хочется сделать это конечно же сделать границы снега немножечко резче и я думаю что я уменьшу бамп на снегу мне он не так явно нужен поэтому выделяем все наши текстуры и здесь убираем enable auto bump mapping после чего я верну картинку сюда и уменьшу наверное дисплейсмент до единицы как он был и давайте попробуем сделать здесь пробный рендер чтобы он в ipr и по быстренькому попробуем мне его отсчитать хорошо но границу хочется почетче для снега поэтому мы ее сделаем такой хорошо control с и уходим на второй рендер второй уже последний ну собственно я более менее доволен превью рендером для текущей нашей стадии на которой мы находимся потому как все это у нас будет обрастать всякими всякой мишурой уже во втором уроке мы будем добавлять во второй части детализации на передний план в виде камней всяких наростов деревьев атмосферы и в общем будем рефанить картинку до тех пор пока не получим конечный результат напоминаю который будет выглядеть примерно вот так то есть он будет примерно так выглядит может быть даже лучше и собственно говоря на этом мы заканчиваем первую часть этого такого мини курса мини урока по созданию подобной заставки и я думаю что пора вам приступать ко второй части давайте давайте Продолжение следует...